Когда-то в своей газете Юрий Линник, моей президентской газете, я провел мысль, которая какое-то время мне казалась утопической. Я сказал, что русский капитализм может стать капитализмом дарящим. Дар, дарение, важнейшая категория. Это был 1996 год. Я, конечно, ошибся в своих умываниях, в своих ожиданиях. Наш нынешний капитализм – это капитализм безжалостный, гребущий под себя, беспощадный подражание к людям. Это одно и то же – безжалостный, беспощадный, жестокий, кровавый, мерзкий. Может ли быть капитализм альтруистичным? Это аксюмарон, капитализм, который альтруистичен. Но аксюмарон, он и отвечает структуре истины. Аксюмарон – это антиномия, а истина антиномична. Я глубоко убежден, что человечество погибнет, если оно обмен не превратит в дарение. Все строится на обмене. Все строится на этих метропоргозах, связанных с превращением товара в деньги, денег в товар. Все имеет цену, четко фиксированную. И, конечно же, здесь большинство и дух симметрии. И тут есть асимметрия, то асимметрия в сторону обогащения, наращивания капитала. А может быть другая асимметрия. Асимметрия отдачи, асимметрия жертвования. Аднографы зафиксировали интереснейшие явления в эрагических обществах. Однажды людьми выливают страстное желание освободиться от своего накопленного. Это превращается в мистерию дарения. Это называется потлач. Потлач у аднографов. Когда люди счастливы, освобождаясь от вещей и отдавая их другим. Сегодня в людях это качество начисто отсутствует. Способность к дарению. Радость дарения. Люди скупы. Подарить что-то другому. Это ведь очень редкое явление. И если надо сделать подарок всего какой-то необходимости, юбилей или какое-то событие особое, то ведь всегда мы подсчитываем расходы и всегда мы недовольны тем, что эти расходы делаем вынуждено. Но это плохо, это ненормально. Это нормально. Гомо сапиенс – это человек дарящий. Человек отдающий. Сам мир есть дар. Это очень хорошо об этом говорит Хайдеггер. Когда говорит о том, что бытие нам даруется. Каждый момент мы получаем дар бытие. Получаем дар время. Так нужно даривать как-то вот. Отдаривать Бога, отдаривать бытие. Мы это делать не умеем. Мы только поглощаем, но ничего не излучаем во мне. Это страшно. Власть денег. Она, конечно, губительна. Мы же помним о Риме Фистофеля. Люди гибнут за металл. Но здесь нельзя быть однозначным. В наших условиях, в нашей системе отсчета, деньги – это эквариант свободы. Куда ты от этого не уйдешь. Я вот бьюсь как рыба в лед для того, чтобы добыть деньги, которые мне необходимы, в общем-то, на альтруистическую деятельность. Для того, чтобы содержать свои музеи. Для того, чтобы покупать книги, которые, конечно, в итоге прочту не я, а те, кому они достанутся. Достанутся они людям. Но вот это унизительная ситуация. Ситуация несвободы от денег. Я не люблю советскую власть. Она мне многое в жизни испортила. Но надо отдать ей должное в каком плане? Она все-таки минимизировала власть денег. Это считалось постыдным. Оказать какую-то услугу другому человеку за мзду. Вот так называемая общественная работа. Часто она навязывалась, часто она была насильственная, эта общественная работа. Но, в общем-то, в самом духе этой работы был момент бескорыстия, момент альтруистичности. Не то, что было в самом духе, а в самой программе. То, что такая работа в обществе должна иметь место. Еще раз повторяю, это часто принимала искусственные формы. Это общественная деятельность бескорыстно осуществляла с поддавлением. Но все равно, здесь был здоровый какой-то момент. Это был форсаж коммунистических отношений. Таковые отношения тогда еще не могли сложиться. Это было преждевременно. С другой стороны, понятно, что элита обогащалась в самых разных формах. Это, может быть, была даже и не денежная форма. Это были дачи, это были привилегии. Социальная многослойность была очевидна и, в общем-то, кричала о себе. Это было трудно скрыть. Тем не менее, какое-то презрение к деньгам, характерно для советской власти. Это был какой-то момент свободы в условиях несвободного тоталитарного общества. Это и Богу, понимаете, да? Вот независимость от денег. А сейчас люди получили свободу, можно сказать, очень сомнительную в плане политики, в плане печати. Они попали в страшную кабалу перед богатством. Этот человек опустошает. Этот человек затягивает в гиблую воронку. Тоже расскажу банально. Только духовные ценности не подвергаются девальвации. Все остальное сгинет, все остальное бесценится. Я вижу, как капитализм уродует человеческие души. В каком плане уроды это? И вот здесь, кстати говоря, есть определенное ростов между капитализмом и социализмом. Это же братья-близнецы. Как говорил Фикбердяг, это две стороны одной и той же монеты. И социализм и капитализм развращают человека по творству его лентяйским наклонностям. Советская власть. Ты еще не делаешь, нет никакого стимула для того, чтобы работать хорошо. Но ты обеспечен, тебе сразу будут платить деньги. Капитализм. Установка на то, что за тебя будут работать деньги. Вот, сбей себе капитал и будешь потом снимать дивиденды. И хорошо. Деньги работают, а ты отдыхаешь. Вот обе эти установки, они недостойны человека, который обязан быть включен в какую-то творческую, какую-то производительную деятельность. Я вспомнил, что в советское время у меня был знакомый от его фамилии Запаметов, который разработал очень подробный проект безденежного общества. Общество, которое не является обществом, построенным на чисто товарном обмене, чтобы было бы, конечно, товарное, натуральное обменное было бы в Средневековье. Нет, у него была очень тонкая система поощрения, но без монет, без купюр. И я знаю, что он дошел до Косыгина, тогда, что был премьер-министр, и тот проявил интерес к этому проекту. Это говорит о том, что у социализма была интенция на олиминацию денежной массы как таковой. Но это понятно, это в духе коммунизма. Сегодня деньги совершают подрывную работу против нашего общества. Они распределяются очень неравномерно. И сама эта неравномерность, она, конечно, грозит потери социального равновесия. Миллиардеры, с одной стороны, с другой стороны, нищие. Это ужасно, это ужасно, это плохо кончится. А самое главное, самое главное, что деньги стали аттрактором. То есть, тем, что привлекает, тем, что зазывает, тем, что становится смыслом существования. Мне жалко нашу молодежь, которая, конечно, вполне может быть понятой, ибо она не желает отстать от моды, желает жить в долгу с временем. Но что значит жить в долгу с временем? Значит, потакать каким-то потребительским запросам, потребительским интересам, которые явно выходят из-под контроля внутренней меры, которые становятся часто бессмысленными. Отсюда зависть. Капиталист поощряет зависть. Бедность видит богатым. Это очень типичная ситуация. Очень типичная ситуация. Я против уравниловки, я против нивелировки, я против вот такого ложного, ложного, исотропного, однородного равенства. Хотя, скажу прямо, вот этот ужасный социализм, казарменный социализм, где все равны, и в правах, и в доходах, все-таки более человечен, чем то, что мы видим сейчас. Чем общество, где деньги стали самые настоящие пагубы. Свобода. Вот это высшая ценность. Свобода от авторитарности, свобода от цензуры. Еще и нужна и свобода от денег. Свобода от экономической озабоченности, озабоченности какой? Которая не связана с тем, что тебе нужно для выживания, а которая перекаживает в сторону, в сторону избыточности, в сторону роскоши, в сторону богатства. Это накопительство похоже на какую-то дикую возгонку, на какую-то дикую раскрутку. И где-то вот на последнем вираже кончается все смертью. Человек срывается и падает в пропасть. Поэтому я вот провозглашаю тезис. Если ты адепт свободы, освободись от власти денег. Пока ты их раб. Хорошо. Деньги и власть. Очень сложная, мучительная тема. Я вспоминаю последние годы Горбачевской перестройки, когда действительно на горизонте чуть-чуть пробряжело народное самоправство. Когда народ ощутил свою причастность к власти. Кооперативные движения это было очень светлое и весьма и весьма подходящее для России начинание. Все это было загублено. Ну что такое кооперативная собственность. Это обеспеченность большого качества людей. Где есть перепады, где есть более удачливые, менее удачливые, но там нет вот таких резких перепадов. Что произошло дальше? Дальше произошло предательство. Предательство. Борис Николаевич Ельцин был вреден к власти народным. Это несомненно так. На всплеске народного возмущения он оказался вознесенным на пик. Кремлевский пик. Но в силу своей граничности очевидно. Хотя это трудно здесь быть судьей, да? Борис Николаевич очень быстро забыл про народ. вся его академическая политика была конечно же антинародной. Это дурацкая компания с ваучерами. Это ужасное перераспределение народной собственности. Как-никак произошло нечто абсолютно несправедливое. Но работа над народом оказалась в руках кучки преступных людей. нынешние олигархи своими корнями уходит в преступный мир еще советских лет. Это теневая экономика, теневой бизнес. Там были подготовлены механизмы для передела собственности. Ну что можно сказать про сегодняшний народ? Наш народ абсолютно слеп. и наверное какие-то силы работают на то, чтобы он не мог адекватно отражать реальность. Народ даже не понимает, что он ограблен, бессовестно ограблен. В общем, того он даже чтит свои грабители, испытывает перед ними какой-то непонятный пиетет. это крайне болезненное явление, вызывающее у меня чувство величайшего сострадания к своему народу. Вот это ненормальная собственность, несправедливая собственность. ну конечно можно ее удержать и спасти, если вывезти из России. Но сама эта структура не может долго продержаться. Она аномальна, она антивитальна, она работает против законов жизни. И это должно рухнуть. Удастся ли вернуть награбленное или не удастся, придется начинать все сначала. Но совершенно ясно, что мы живем в резко несправедливом социуме. Это тотальная и перманентная несправедливость. Я отношусь к олигархам резко отрицательно. Это люди, которые владеют тем, что им не принадлежит. Они очень скупы. Вот я не раз пытался попросить помощи при своей культурной деятельности. Государство ничего не дает. Вот я к тому обратился, к следующим обратился к олигарху. Ни не к олигарху, но это богатые люди. Я всегда получал отказ. Это неприятные особи. Вот. Поэтому я скажу следующее. нынешняя социальная структура в России глубоко порочна в своих основаниях. Если говорить про власть, то она и держится на этой несправедливости. Она подпитывается этими олигархами. Это же понятно для каждого. Но очевидно, должно пройти какое-то время, чтобы у народа упал и перед нас глаз. Чтобы народ разобрался, что есть что, кто есть кто. Пока мы этого не видим. Конечно же, деньги играют огромную роль в нашем социуме, роль негативную. Вот я сейчас очень много сил потратил на защиту своего коллеги Владимира Ильича Россова против которого была развязана компания международным центром релихов. За МЦР стоит очень крупный банк. Хорошо, что вот эту организацию поддерживает богатый человек. Его не жалеет денег на то, чтобы газеты, очень влиятельные газеты, это и российская газета, это и независимая газета, это и новая газета, вот изливали грязь на честного, талантливого человека. что-нибудь возразить через печать я не могу, потому что я должен наплачивать свой ответ, бесплатно меня не публикуют. И это, конечно, кошмарно, это кошмарно. Вот она, свобода слова, как она обернулась, все продажно. Я потерял всякое уважение к прессе. Но как так можно? Вот российская газета считается официальным органом. Из номера в номер печатают пасхельные материалы, ищущие грязь не только на Россову, но и на высшую адиационную комиссию. Я обратился с протестом в наше правительство. Недавно я получил ответ от некого господина Пули из комитета по печати. Он пишет, что в соответствии за законом пресса имеет право печатать что угодно. Я с этим абсолютно согласен. Я ради этого и жил, и боролся за эту свободу. Но если когда-то считается официальной, если когда-то считается правительственной, то она никак не должна за деньги печатать спорные материалы, которые могут быть восприняты как точка зрения правительства. они так будут восприниматься однозначно. Ведь написано правительственная газета. Значит, я эту газету можно купить. А кто это проверит? А вдруг кто-то имел ли место в взятке? Это мое подозрение. Я помню преступление невиновности. Это гипотеза, которая придет каждому в голову. Неужели эта газета печатает за деньги что угодно? Правительственная газета. Это говорит о том, что наше общество абсолютно нездорово. Это страшно. Это страшно. Ну, а какая партия символизирует это общество? Единая Россия. Я не верю этой партии. Я не верю ее лидеру. все, все, что я могу сказать. Мне бесконечно дорога мысль Сергея Раджичского о том, что наша земная жизнь при всех своих противоречиях, при всех своих издержках может быть зеркалом Святой Троицы. Святой Троицы, чьи ипостаси соединились в нераздельном неслиянном союзе. Мы можем быть зеркалом этой гармонии, мы можем быть ее иконой. Так вот, семья это самая настоящая икона Святой Троицы. В идее, конечно, в идее. Так он, она и дитя. Какая красивая триада. Боже мой, сколько здесь гармонии, сколько здесь мудрости. Семья, она имеет свою историю, свою эволюцию. Я убежден, что очень красивыми, устойчивыми, здоровыми были христианские семьи Русского Севера. Вспомним обряды молодежи, когда она ознакомилась. это было очень интересно. Ведь нельзя сказать, что браки и спотбалки были нормы. Нет. Нет, была возможность выбора. Как это все тонко обставлялось. Какой здесь был тонкий эротизм. Тогда он заходил очень далеко, но все-таки ценности целомудрия блюлись в обществе. Были нормальные семьи, рождались нормальные дети, функционировало нормальное, здоровое хозяйство. И все это рухнуло. городские семьи. Вот эти мотивы измены, развода. Появилась такая интересная пословица, позволяя ее привести. Левый пистон укрепляет семью. Ведь это очень точная характеристика эпохи. Нынешняя семья подвергается деструкция. Есть хорошие семьи. Иногда я просто любую семья. Идеально красивые семьи с элементами патриархальности. Однажды я еду в московское метро, вижу пару. Одеты они по-старинному, по-русски. Русский красавец такой, народный, но статный, да? Русская красавица длинного зипуня с косами, у них детишки румяные, какие-то в лупчиках. Я говорю, как вы похожи на Васнецова, на Васнецовских героев, они признаются, что являются их потомками Васнецова. Но это, знаете, это просто какая-то такая вставка архаики в нынешнюю нынешнюю очень сумбурную картину. Да, идет распад семьи. Как писал еще давно об этом Андрей Вознесенский. Полет семян, распад семей. Очень болезненный процесс, очень трагический для ребенка. Неустойчивой семьи, тотально неустойчивой семьи. Сколько разводов, боже мой. Вот мой класс. Один я остался холостым, я вот убежденный холостяк, пускай меня простят, а то мою так сказать жизненную позицию. А все остальные развелись, ни одного нет брака прочного среди моих одноклассников. Это о чем-то говорит. А вот можно ли общество существовать без семьи? Да я, конечно, считаю любой высшей ценностью, хотя и долг не должен уходить в тень. Это вечный конфликт любви и долга. Конфликт, который мы знаем хорошо по русской классике, тот же роман Леони Николаевича Толстого Анна Каренина. Ведь речь идет вот о чем сейчас. Речь идет о противоречии между волей индивида и его так сказать правами на свободу, на выбор, на игру, на флирт, в конце концов, на эротический спорт, если так можно сказать. А с другой стороны, ведь есть ответственность родовая. Вообще сейчас в эпоху индивидуализма, а это эпоха закономерная, да, очень сильно подавлено родовое начало. Понимаешь, родовой момент, чувство родовой ответственности. Это ответственность за жизнь, это ответственность за будущее поколение. Чечица должна воспроизводиться. Ну, конечно, можно представить себе мир Амазонок, довольно симпатичный мир, где иногда мужчины запускаются для того, чтобы купиться и воспроизвестись, и все, потом они элиминируются. Женщины оказываются в этом положении. Матери- одиночки. Я бы написал в книжке Космос детства. Нормальная эта ситуация, мать-одиночка, или нет? Ну, во-первых, никто не может оспаривать право женщины иметь ребенка в присутствии супруга, мужа, так сказать, законного. это жизнь, это просто жизнь, это ее напор. Но сколько это перспективно? И как это выглядит в проекте на будущее? Это что, станет нормой? И встречает институт отцовства? Мужчина должен быть тоже активной силой формирования ребенка. Будут перекосы, будет асимметрия, которая приведет к демографической убыли, и которая кончится, возможно, просто вырождением, регенерацией. Эта проблема очень сложная. Я не знаю, как ее решить. Никто этого не знает. Здесь надо довериться жизни, инстинкту жизни. Если Виталий возьмет верх, жизнь на первую Бергсона, то все будет нормально. Будут какие-то сумасшедшие блиц-семьи, которые очень скоро распадутся, но оставят потом, что будут такие реактивные связи, женщины и мужчины будут приходить друг от друга, вот так это может рисоваться, при этом не всегда будут использоваться презервативы, и кто-то будет рождаться. Мы с ним за какой-то новый институт, новый институт, который будет ответственный за детство, за ребенка. Я против обобщисления детей, все эти коммерческие прожекты мне кажутся очень такими примитивными, но даже они где-то имеют шанс реализоваться, и может они реализуются в такой форме, которая кажется даже симпатичной. Короче говоря, здесь невозможно что-то конструировать, невозможно какие-то рецепты выписывать априори. Здесь все связано с одной единственной проблемой. Да, этот народ Виталин или словами Леони Николаевича Гумилева пассионарен, он хочет остаться на земле, или его влечет к небытию, и вот вся эта неустойчивая семей, вся эта безответственность по отношению к детям есть неявная форма анодофилии. Это очень серьезная проблема. Я сейчас все чаще думаю о русском христианстве. Я не смеялся в том, что это была вершина духовной жизни России. Грандиозная деревянная ансамбля, могущий былинный свод, мир волшебной сказки, космос избы, какое-то особое отношение к детям, бережное, трепетное, в то же время требовательное, высочайшее нравственное ценности, а главное доброта, альтруистичность народа, его открытость миру, его открытость путникам, готовность их принять, окормить, обогреть. Это был великодушный народ. И основа этого народа была семья. Там были свои трагедии, там были свои Анны Каренины, там были добрачные связи, которые делали жизнь девушке, принесшей в подоле ребенка, несчастной эту жизнь, это же не становилось. Хотя и она находила свое место в обществе, уж так сказать, что она была, додерлит абсолютного астракизма, это неправда, неправда. Вот можно ли вот эти ценности возвратить. Но сделать это искусство нельзя, и это глупо, пытаться что-то реставрировать. Но уже сама жизнь этого захочет. Вот я вижу в некоторых семьях вот эти тенденции, спонтанные тенденции воспроизведения чего-то патриархального, архаического. я не боюсь этой патриархальности, я не боюсь этой архаике. Очень часто это есть форма обновления, истинного обновления. Честно говоря, вот к человеку бессемейному очень хочется, чтобы в России семья возобновилась, утвердилась в каких-то новых Это очень была полезная вещь для народа в плане его кинофонда, в плане каких-то высших моральных ценностей. Сейчас это всё девальвировано, всё это сошло на нет. И я вижу, как быстро стареют милые девочки, как быстро их берёт в свои тиски энтропии. И вижу мало счастливых женщин и, соответственно, счастливых мужчин. Но зато у мужчин, правда, появляется невероятное возможность для того, чтобы удовлетворять свою похоть. В этом плане общество предоставляет им широчайшие возможности. Ну и что? Ну и что? Какова конечная цель? Каков конечный результат? Он здесь один. Уходное бытие. Русский народ перестанет существовать как народ. Вот всё это всё может закончиться. Красивая и молодая, она подумает о том, что яблонька и та с плодами, брёнушка и та с телком. Для стихи Вознесенского прописать семейную женщину. Да всё-таки в женщине есть желание иметь семью. Мы сейчас с тобой рассуждаем с мужской позиции. Это страшная асимметрия. И надо констатировать этот факт, что женщина не может удовлетворить вот эту естественную потребность создания семейного очага. Замечу, что тонатофильная власть благоприятствует деструкции семьи. Для того, чтобы завязать семейное гнёздышко, нужна квартира. А разве может сегодняшняя молодёжь иметь нормальные жизненные условия? Извините меня за грубость, но ведь где происходит совокупление? Где-то вот в таких случайных местах, в каких-то тёмных подъездах, боже мой, в каких-то, я не знаю, парках. А ведь это очень нервно. Это может привести к срывам всяким, которые кончаются половым бессилием. Всё это аномально, понимаешь? Да, аномально, да? Вот. У меня такое ощущение, что некая сила, я не хочу здесь ничего демонизировать, в мире логично, некая сила, работает против семьи. По крайней мере, государство не заинтересовано в том, чтобы в России были здоровые, нормальные, чистые, продуктивные семьи. Вот в этом я не сомневаюсь. Вот. Прекрасный голландский плакат. Как мне дороги эти идеи против нетолерантности, анти-толерантности. Я даже такого термона не знал. У нас в России пока его нет, да? Эквивалентного. Верно? Нету? Или есть? Так что я вам хочу сказать про толерантность. Я много говорил за толерантность. Иногда я благодушничал. Иногда я был утопистом в этом мучительно сложном вопросе. Понимание. Взаимопонимание. Мы, конечно, изо всех сил должны стремиться к этому. Но всегда ли это взаимопонимание возможно? Я столкнулся сейчас с полемикой с международным центром Рерихов. С феноменом крайне опасным. Абсолютное неприятие чужой позиции. Абсолютная неспособность стать на точку зрения оппонента. Бессмысленная атака на него. Бессмысленная, лишенная резонов, лишенная аргументов. Просто ненависть облеченная в некий словесный ряд. И с этим мы сталкиваемся постоянно. Постоянно. Что лежит в основе интолерантности или антитолерантности? Мне кажется, что можно говорить о некоем гене. Это может быть биологический ген, это может быть ген как бы ноосферный. Я не буду здесь что-то уточнять. Я имею в виду ген нетерпимости. Ген нетерпимости, который связан или идентичен с геном монологизма. Чекол. В процессе естественного отбора, в процессе привозащитования нужно было утверждать себя. Самоотверждение. Это то, без чего нет человека. Нередко это самоотверждение приводит к тому, что человек, закрепившись на определенной высоте, очень боится эту высоту потерять. и относится с крайней нетерпимостью к соседним вершинам. Мне очень трудно понять природу вот этого монологизма. Этой зашоренности. Этой замкнули на себя. Этой закрытости. Люди, которые не хотят войти в обменный информационный процесс себе подобными. Люди, которые отражают информацию, идущую к ним. Отражают очень активно. Отталкивают от себя. Не хотят прислушиваться к чужому мнению. Принципиально не хотят. Это болезнь. Это патология. Я считаю, что в данном случае мы имеем дело с летальным заболеванием. Но это заболевание имеет глубокие корни. Сейчас повторяю. Ген монологизма. Ген нетерпимости. Ген ложного чувства своей уникальности, своей непогрешимости. Ген, который блокирует самоконтроль, блокирует саморефлексию, отсекает всякие попытки взглянуть на себя со стороны. мне кажется, что наш мир все больше и больше превращается в некий архипелаг, который более страшный, чем архипелаг ГУЛАГ. Возникают острова монологизма. Их много. И каждый остров претендует на исключительность, на ведущее положение в нас сфере. Каждый остров зашорен. Каждый остров обороняется от возможной агрессии, заранее, так сказать, ощетинивается против того, что кто-то может посягнуть на его суверенитет, на его исключительность. Поэтому я не хотел бы преувеличивать шансы толерантности. Я говорил о своей благодушности или о своем благодушии. И так и так можно использовать данный корень, данное словосочетание. Запад есть запад, восток есть восток, и вместе с тем не сойтись, говорил Киплинг. Хотя он сказал и другое. Запада нет, и востока нет, что племя, народ или род, если сильный, сильным на краю земли лицом к лицу встает. Вот эта ситуация экстремальная, когда исчезает граница, исчезают рубежья, но это ситуация исключительная. Это толерантность великанного духа. толерантность, которая обретает сейчас, повторяю, в каких-то экстремальных ситуациях, на предельных вершинах, а в быту. Вот я должен честно признаться, что мир ислама и мир христианства это пока интолерантные миры. Интолерантные миры. Благодаря тому, что Европа терпима, говоря о том, что Европа культурна, она терпит вторжение исламских элементов или сказских элементов в свою ткань. Но позиции Европы не симметричны позиции ислама. Я стремяюсь в том, что ислам ценит европейскую культуру и глубоко ее понимает. У меня на этот что-то есть сомнения. Это просто удобная экологическая ниша. Удобная в чисто материальном, но никак и духовном плане. Фактически сейчас происходит такое переслаивание Европы. торгаются языки исламского так сказать исламского начала исламского этноса перепластовываются с коренными этносами. Но между ними нет глубокой связи, нет глубокого взаимодействия. А чем это кончится я не знаю. я убежден в том, что толерантность возможна. Лично я очень много работал над тем, чтобы показать совместимость концепций, которые кажутся совершенно непротивоположными. Вот я писал на темы взаимосвязи буддизма и христианства. Я знаю, что это альтернативные религии. Я знаю, что это разные полюса. На одном полюсе нирвана ничтойная, пустая. На другом полюсе преображенный мир. Но я показал, что нельзя выйти туда в фаворское сияние, не пройдя через нирвану. Я показал, это для себя. Я вряд ли буду понят как буддистом, так и христианином. Но, может быть, тогда в будущем мои наработки будут востребованы. И благодаря им кто-то поймёт, что эти религии действительно дополняют друг друга. Это неявная, но фундаментальная дополнительность. Когда христианин говорит, что оно должно пройти через уничижение, так бы обрести святость, то это уничижение и есть погружение в нирвану. Стать ничтожеством. Есть такой прекрасный глагол Хайдеггера. Это русский перевод, конечно, ничтожить себя, ничтожить. Это значит погрузиться в нирвану, в ничтойную нирвану. Это есть условие святости. Я таких много мостиков построил. Помогло в богоубеждении. Не надо стремиться как называемой синтетической религии. Это будет смешение эклектическое, эклектичное, бессветное. Надо искать дополнительность разных мировоззрений, разных духовных ценностей. Дополнительность. Показать, как они выиграют от того, когда они соприкасаются друг с другом. Выиграют через контраст, через кажущуюся незавиместимость. Я очень много работал над тем, чтобы осмыслить насферу, всю насферу, как зеркало Святой Троицы. Я решил задачи Сергея Радонежского до масштабов окумены. Сергей Радонежский говорил, Русь должна быть зеркалом Святой Троицы. Я говорю, весь мир должен воплощать не лекоти, раздельность, слиянность. Это моя позиция. Я очень много делаю для того, чтобы ее как-то провести в жизни, в очень малых масштабах, но в масштабах хотя бы своего творчества, своей личной и социальной позиции и больше того. Как писал Тючев, «Другому как понять тебя?» Надо изо всех сил стремиться к тому, чтобы все-таки понять. Другого, даже другое кажется совершенно чужим, космически чужим. Надо искать инварианты, надо искать общие корни, надо выслеживать генеалогические, генетические связи на самых глубинных уровнях. Единственное человечество, как оно себя выражает, через язык, через архетипы. Бессознательно это тот уровень, где долеранность спонтанно реализуется. Мы живем в едином мире архетипов, но они прилавляются специфически в каждом этносе. Но субстрат, глубинный субстрат общий у всех, это несомненно так. Вот надо работать. фактически проблема толеранности у нас еще по-настоящему неосмысленна. Неосмысленна. Так. Чаще всего мы находим понимание где? Внутри народа, которое называется индоиранской общностью. Правильно, да? Грех понимает исландца, индус понимает литовца. Прооснова-то она общая. трудность возникает уже на уровне общения с семитскими народами, с различными азиатскими народами. Но ведь запраоснова есть прапраоснова, есть глубинный слой, где и эти расы, эти суперэтносы смокаются. Вот крайне интересно для меня соотношение нашего славянского мира с финногорским суперэтносом. Это совсем другой народ. Очень далекий от индиранских корней. Хотя все равно какие-то можно ниточки претенуть от финновей к индийским прокорням, гиперкорням, или как это можно назвать. Все-таки это совсем другой атмос. Правильно, да? Что же мы не находим взаимопонимания друг с другом? Пожалуйста, карельский народ, который так тесно сошелся с русским народом, импер Финляндия, которое конечно держалось на расстоянии от России, но по-своему ее любила и очень много от нее взяла. И Россия тоже кое-чем научилась в Финляндии. Вот вам пример очень позитивный. Когда крайне различные системы финно-угорская и славянская пришли во взаимодействие, результаты очень позитивные, обнадеживающие результаты. Еще раз подчеркну. Так? Мы не найдем аналога на огромном пространстве этому контакту. Так? Конечно, тут надо взять и Венгров, в расчеты и Волжских, финно-угор понятно, да? В целом я беру. Особенно конечно, особенно вот это наглядно взаимодействие появилось на уровне России с одной стороны и карельско-финского народов. Ну конечно тут надо и ромаланцев вспомнить и вепсов. Я беру север России, вот это область. То, что мы видим на Волге и тем более на Дуна, это не имело такого яркого выражения в плане проблема толерантности. Правильно? Проблема толерантности. Хотя я понимаю, что мир финна это совсем совсем другой мир, чем мой мир. Но мы можем вести диалог очень интересный, очень живой. Мы можем сорадоваться, сострадать. для меня всегда была Япония ну как бы моделью антимира или моделью зазеркалия. Это где-то действительно альтернативный мир, даже по многим вот таким чисто бытовым признакам. Так? Ну пожалуйста вспомним, что японцы начинают обед со сладкого, потом значит у них второе, а натрите суп, наше первое. Верно, да? русский тянет лодку как? Носом вперед, японец с кормой. Ну и можно привести очень много таких вот моментов, которые показывают, что Япония это буквально зазеркаль. Я когда-то коллекционировал вот эти переверкни, да, эти бредромы культурные. И в этом плане Япония для меня была страной особенно интересной. У меня большая библиотека по Японии. Я ее посетил одна же, хотя это было такое очень спешное посещение. неглубокое, поверхностное, но тем не менее я видел Японию. У меня культ Японии. У меня. Это другое, это чужое, но я его ассимилировал. Я его внутренне пережил. Это трудно выйти в мир в мир дзен-буддизма. А у меня есть книжка «Мой дзен-буддизм». Я страшно люблю сады камней, я страшно люблю дзен-буддизм».